Маленькие кровососущие паразиты могут жить не только в грязной шерсти бездомной собаки, но и, как выяснилось, занимать целый жилой дом, начиная с подвала, заканчивая самыми верхними этажами. Блохи, устроившиеся на ПМЖ на Петровско-Заводской 45, активно атакуют. А ведь они считаются первыми переносчиками различных инфекционных заболеваний, в том числе и чумы. Жильцы сами ходят, искусные, а сам искусные. Блохи уже давно, получается, у вас здесь? Да, наверное, с лета. Как видимо, температура, так скажем, 35 градусов на улице есть. Климат им позволяет, то есть они на детской площадке. Наша съемочная группа застала за работы как раз специалистов из управляющей компании. После того, как местные жители пригрозили прокуратурой, работники активно взялись за санитарную обработку подвала и других помещений дома. Обязали управляющую компанию потравить санобработку насекомых, блок. В данный момент занимаемся этим. И как скоро отрава подействует? Практически сразу, в течение часа где-то примерно. Но поможет ли обработка? Ведь, как рассказывают местные жители, она проходит уже не в первый раз. Ну, то, что отравили, я вам точно говорю. Раза три отравили, пока я здесь была. Я потом уехала, ни полторы недели не было. Ну, сейчас не знаю. Здесь площадь отравили? А не площадь, да, они детскую площадочку отравили полностью. С вопросами, почему после проведения санобработки паразиты плодятся дальше, и как в этом случае пережить опасное соседство, мы обратились к ученым. Должно быть какое-то такое влажное место, где личинкам комфортно развиваться. Затем наличие укромных мест, где бы личинка могла окуклиться и куколка могла бы лежать. А куколки-блох могут лежать очень долго. Вот, судя по литературным данным, до года куколка может сохраняться. То есть вы вот избавились вроде бы от блох, там вывели их, а у вас из куколок вывелись блохи молодые и, соответственно, голодные, и они опять будут досаждать. Регулярная и многократная санобработка, по словам Олега Корсуна, поможет окончательно закрыть блохастый вопрос. А пока паразиты только вытравляются, прячут в укромных местах, жителям дома на Петровской заводской 45 приходится спасаться народными средствами. Кто чем может, выводя кровососов по лынью, хлоркой или нашатырем. Даниил Ботвинский, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.